Дмитрий Владимирович, вы входите в Комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности. Скажите, какова сфера ответственности этого Комитета? Немножко поподробнее о работе. Вы знаете, на самом деле, да, действительно, я помимо того, что я являюсь заместительным председателем Думы, вхожу в этот Комитет. Сфера деятельности этого Комитета, это есть основополагающие вещи, за которые отвечает Дума города Владивостока, такие как бюджет. Вот, допустим, наш Комитет отвечает за устав города Владивостока, чтобы он соответствовал всем параметрам, всем тем требованиям федерального законодательства, которые на сегодняшний день действуют на территории Российской Федерации. И поэтому одно из основных направлений, конечно, это вот работа с уставом. Ну и кроме того, безусловно, это структуризация работы именно непосредственно Думы города Владивостока. Это структуризация работы администрации города Владивостока, куда входит и штатное расписание, и всевозможные различные муниципальные правовые акты, которые регламентируют работу администрации города Владивостока, касающие кадровых вопросов и как раз отчета непосредственно муниципальных служащих о своих доходах и расходах, средних имущественного характера подачек ежегодных, ну и многие другие вопросы. На каких вопросах вы планируете консультироваться в ближайшие три месяца? Вы знаете, работу комитета по местному сферному управлению прав, порядка и законности, ее как раз планирует председатель комитета, который у нас является Михаил Витальевич Весенов. Поэтому это, скорее всего, к нему вопрос. Но, тем не менее, могу сказать, что буквально на прошедшей Думе города Владивостока были как раз приняты в первом чтении изменения в устав города Владивостока. Это такая большая, начало большой работы, очередной этап изменения в устав, потому что поменялось федеральное законодательство. По инициативе прокурора города Владивостока были внесены поправки, которые мы рассмотрели в первом чтении, как раз вот Дума их принимает. Вот у нас буквально вчера состоялось заседание Думы города Владивостока, где как раз был принят в бюджет города, то есть в первом чтении на следующий год. И вот как раз были приняты в первом чтении изменения в устав и в дальнейшем будет работа с этим продолжаться. Что-то уже можете рассказать об особенностях бюджета Владивостока? Безусловно, конечно, хотелось бы, чтобы бюджет у нас был более большой, но, к сожалению, приходится констатировать факт, что сегодня по объективным обстоятельствам бюджета, общая сумма бюджета, по большому счету, сократилась примерно на 10-12%. И, безусловно, это повлекло за собой определенные сокращения, определенные расходы. Но, тем не менее, могу из положительного сказать о том, что бюджет впервые, наверное, в этом году будет приниматься. И вот мы уже рассмотрели по программному принципу, это очень важно для города Владивостока, потому что программа подразумевает как раз то, что это должно быть ответственное лицо, которое будет ответственно за выполнение программы. Это, конечно, в первую очередь задачи, которые ставятся для выполнения целей. Цели и задачи, то есть будет видно, что это не размытые какие-то мероприятия, а конкретно направленные с подкрепленным финансированием, с ответственными лицами, и можно будет проследить и посмотреть эффективность использования этого бюджета. Это очень важно и нужно. Это требование на сегодняшний момент и бюджетного кодекса. К сожалению, не все муниципалитеты его соблюдают, но, тем не менее, Владивосток в этом направлении, я думаю, что лидирует. И, конечно, очень приятно было, что работа администрации города Владивостока была очень большая проделанная и как раз вот был именно бюджет сверстан по программному. Более 80% бюджета было сверстан по программному принципу. Это очень важно. Сейчас в дальнейшем Дума уже приняла в первом чтении, а работа над бюджетом будет продолжена. В рамках второго чтения, возможно, будут рассмотрены какие-либо поправки от имени депутата, от имени всех тех представителей, которые имеют право за кандидательные инициативы. В том числе и будут проведены публичные слушания по бюджету, где каждый житель города Владивостока сможет высказаться либо с критическими замечаниями, либо предложить какую-либо поправку, касающуюся в той или иной области, интересующие как раз жителей города. А вообще как у Вас сейчас складываются у Думы, складываются отношения с исполнительной властью? В Думе конструктивно складываются отношения. Мы всегда работаем в тесном взаимодействии. Заместители и главы, курирующие то или иное направление всегда присутствуют в Думе, на комитетах. Начальники управления приходят всегда. И все вопросы, которые рассматриваются на комитетах, а это как раз самая необходимая первоначальная работа, прежде чем вопрос будет вынесен на общее заседание Думы, он проходит рассмотрение обязательно в комитете. Комитет рекомендует Думе принять его в том или ином чтении, в том или ином виде. Ну и безусловно, конечно, Дума принимает его, может отменить решение комитета, так как большинство принимает решение, то есть общее собрание Думы, может согласиться с этим решением комитета. На моей памяти, по крайней мере, такого я не помню, чтобы Дума не согласилась с решением комитета, хотя бы потому, что мы полагаем, что те коллеги наши, которые работают в комитете, они всегда очень добросовестно прорабатывают все вопросы, и неготовые вопросы на Думу, как правило, не выносятся. Поэтому Дума работает с тесной взаимодействием с администрацией города Владивостока и со всеми заинтересованными лицами, с общественными организациями. Работа строится на конструктивном диалоге, бывает и в спорных ситуациях, с которыми мы приклоним, в конце концов, к какому-то консенсусу, и в принципе все хорошо. А из последних спорных ситуаций можете что-то вспомнить? Ну, вот знаете, спорных ситуаций не могу, но я вам скажу, что, допустим, прежде чем принимать даже бюджет в первом чтении, это очень непростая была проделана работа нашими коллегами с бюджетного комитета, кроме того, на каждый комитет имеет право прийти абсолютно любой депутат, как и житель города Владивостока. И, конечно, вот только для того, чтобы принять бюджет в первом чтении, было проведено порядка семи заседаний комитета, и, конечно, были спорные моменты. То есть администрация города доказывала эффективно, что насколько эффективно будут использованы деньги бюджета, и, конечно, это вызывало немало споров, но, тем не менее, итог этой работы, принятие бюджета в первом чтении. — Понятно. В споре рождается истина. — Да, и, безусловно, не бывает неразрешимых вопросов. — Депутаты нынешнего созыва работают уже больше года. Что можно сказать о документах, принятых за это время? Какие наиболее важные, на ваш взгляд? — На самом деле нельзя отделить важные, неважные. Все документы, которые принимаются, они важны. И очень важно, чтобы наши муниципальные правовые акты не соответствовали федеральному действующему законодательству, законодательству Приморского края. И есть такое выражение о том, что не запрещено, не прописано законом, что все разрешено. Я полагаю, что с точки зрения того, что я уже являюсь депутатом второй раз, то есть уже прошел один созыв, поэтому я полагаю, что как раз на все случаи жизни должны быть муниципальные правовые акты, в которых должно быть описано, как должна действовать Дума, как должен действовать чиновник, который на администрации города Владивостока, либо избирательная комиссия города Владивостока. И поэтому чем больше у нас будет прописано алгоритм действий, тем меньше у нас будет у чиновников и других заинтересованных людей каких-либо маневров. Поэтому работа достаточно большая была проделана, но хочу сказать о том, что предыдущий созыв Думы, который был, тоже получилось, что он попал как раз на период саммита, и плюс тоже были активные люди, с активной гражданской позицией, была проделана огромная работа, и к этому созыву Думы, когда мы пришли, в принципе, все те муниципальные правовые акты, которые должны быть в городе Владивостоке, они были. Но тем не менее, сегодня мы говорим о том, что федеральное законодательство постоянно меняется, в том числе и в качестве примера ужесточения всяких коррупционных составляющих, это вот из последнего, то, что мы принимали, как раз о том, что чиновники не имеют права заниматься коммерческой деятельностью, держать счета в зарубежных банках и так далее. Поэтому эти изменения своевременно вносились, они сегодня действуют на территории города Владивостока. Кроме того, были прописаны порядок отзывов главы города Владивостока в тех или иных обстоятельствах, это сделано в уставе. То есть это тоже изменение федерального законодательства, которое было взято из послания президента в свое время к федеральному собранию. Затем государство думал, приняло это, и мы это тоже сегодня отслеживаем. И поэтому, в принципе, все считают документы, они важны, работа всех комитетов, она тоже очень важна. А если сравнить, как Вы уже упомянули, Вы работали в Думе предыдущего созыва и нынешнюю работу, если сравнить две эпохи, не большие, в каком созыве интереснее работать и почему? Вы знаете, ну, этот созыв, еще слишком мало времени говорить прошло о том, чтобы делать уже какие-то вещи, но я Вам могу сказать ответственно о том, что было работать интересно в созыве и в предыдущем, интересно работать и в этом. Тот созыв, как я уже отметил, что как раз попал на период подготовки к саммиту. Были сделаны, когда мы пришли в том созыве, были сделаны такие огромные пласты работы, это и был принят в бюджетном процессе документ муниципальных правов, которого не было в городе Владивостоке. Бюджет принимался по заключениям определенных людей. Кроме этого, конечно, не было принято в достроительном плане, то есть не был устав, не соответствовал 80% федерального законодательства. Поэтому, конечно, в этом плане Думе, которая пришла, было легче, что, в принципе, все законодательства, как я сказал, все муниципальные правоварки были приведены в соответствии. Поэтому сейчас продолжается такая плановая работа, не в обратном режиме. Поэтому все хорошо. А что касается именно депутатов этого созыва, то Дума обновилась почти на две трети. Депутаты пришли тоже все активные, с активной гражданской позицией. Очень интересные люди тоже. Многие из них являются и руководителями предприятий, и руководителями общественных организаций. Сами посиделить люди, которые с активной гражданской позицией. Это именно те люди, которые выбирали жители нашего города Владивостока. И все очень хорошо и ответственно относятся к своей работе. Хочу отметить, что Дума города Владивостока только всего лишь три человека получают заработную плату согласно уставу города и действующего федерального законодательства. Все остальные люди работают, подберются по собственному желанию. То есть это хобби, скажем так, а не работа. За это заработную плату не получают. Поэтому, наверное, эта тема почетнее. То есть о том, что они уделяют как раз свое личное время работе с документами и работе с жителями города Владивостока. За идею практически люди работают. За идею, да. Люди, еще раз подчеркну, все активные, с активной гражданской позицией, которые живут в нашем городе и хотят, чтобы жители города жили хорошо. А вот что касается помощников ваших. Несколько месяцев назад разрешили семь помощников депутатам вместо трех. Сколько у вас сейчас помощников? У меня получается сейчас три помощника. Два на платные, один на бесплатные. Действительно, это была просьба наших коллег депутатов. В частности, в инициативу, по-моему, была это Андрейченко. Как раз о том, что действительно, вот он, допустим, Андрей Валерьевич представляет у нас парк ВИЛДПР в Думе. По сути, по единому избирательному округу. Это территория всего города Владивостока, и он один. И, конечно, ему необходимо большое количество помощников для того, чтобы работать во всех районах города и для того, чтобы максимально быть приближенным как раз к жителям города Владивостока, более доступным. То есть, еще раз подчеркну, что работа помощников, она с каких-то суперпривилегий не дает. На самом деле, и сегодня у нас муниципальный пророк как раз говорит о том, что каждый депутат имеет право до трех платных и до четырех бесплатных помощников. Всего их получается семь. Это, я полагаю, немного. Каждый депутат сам считает, сколько ему нужно помощников и как он с ними будет работать. А среди ваших помощников есть кто на безвозмездной основе работает? Да, у меня есть один помощник, который работает на безвозмездной основе, и два, да, ладно. А они должны быть помощники? Они какими-то особенными качествами характера должны обладать? Я полагаю, это мое личное заключение, что как минимум помощник депутата должен обладать высшим названием для того, чтобы писать, во-первых, квалифицированные ответы, уметь общаться с людьми. Более того, бывает, что представляет интересы депутата среди жителей города Владивостока, в администрации города Владивостока. И, безусловно, это должен быть опрятный, грамотный человек, который смог бы ту или иную задачу выполнить и донести ее как минимум и мысль и депутата до жителей, то есть и мысль жителей до депутата. Поэтому, то есть это с моей точки зрения, хотя это и необязательное условие, то есть я полагаю, что помощник как минимум должен обладать высшим образованием. Одно из направлений работы депутата – это работа с обращениями граждан. О чем пишут граждане вам? Какие вопросы задают? Вы знаете, я думаю, что порядка 80%, наверное, это все-таки вопросы ЖКХ. Это работа с управляющими компаниями. Это, конечно, придомовые территории, это и подпорные стенки, это и лестничные марши, ну, и другие вопросы. Но это все, что с этим связано. Ну, и уже остальные вопросы могут касаться абсолютно любой сферы деятельности. Это и очереди в детские сады, и другие какие-то там вопросы, предложения и так далее. Поэтому мы очень, кроме этого, я веду всегда прием граждан по предварительной записи по средам, каждую среду. Вот. И поэтому, конечно, в работе с обращениями граждан выделяется большое внимание. Не всегда получается сразу ответить на тот или иной вопрос. Поэтому все выполняются запросы во всевозможные инстанции. И, конечно, решение уже дальше принимается тогда, когда уже есть полная картина. Ну, со своей стороны, конечно, мы консультируем граждан. Я сам являюсь практикующим юристом, поэтому достаточно хорошо знаю действующая законодательство. И всегда подсказываем, как по тому или иному пути лучше пойти. И сегодня мы говорим о том, что очень многое зависит, конечно, от наших граждан. В части как раз вот противодействия всяких коррупционных схем в ЖКХ, да, как контролировать свою управляющую компанию, куда обращаться. И не нужно обращаться там по инстанции к чиновникам. Может быть, сразу есть смысл обратиться в суд для того, чтобы этот вопрос решить раз и навсегда. Потому что есть люди, которые приходят, они там уже с такими большими томами, с переписками. В течение четырех лет их чиновники запускают по кругу, да, то есть авосыны и там. Поэтому со своей стороны иногда помогаем, составляем исковые заявления, либо консультируем, отправляем куда-то. к тем юристам, которые действительно могут оказать квалифицированную помощь. И поэтому, ну, вот это основной поток. А что-нибудь вот из реальных примеров можете вспомнить жизнями? Я хочу сказать, что бывают разные просьбы. Бывают, что люди приходят, говорят, дайте денег. Вот у депутатов богатые дайте денег. Ну, вот такие тоже бывают вопросы. Я говорю, я вот работу, да, безвозмездно освою. То есть, ну, для людей это тоже удивление вызывает, потому что как депутаты зарплаты не получают, такого не бывает. Вот, бывают. Из реальных, вы знаете, ну, многие вопросы на самом деле решаются. Мы работаем с управляющими компаниями, то есть стараемся решить вопросы. Хотя бывает, что от управляющих компаний поступают ответы о том, что это не ваше дело, ваши права не ученые длины, у нас договорные отношения с жильцами, да, и мы сами там с ними будем все эти вопросы решать. Ну, и тем не менее, то есть мы подсказываем, каким образом можно проконтролировать ту или иную управляющую компанию. Как раз вот, ну, как правило, там, текущая крыша, да, допустим, нет ремонта в подъезде, либо дом мало средств занимает. То есть, каким образом, по-моему, людям поступать в ту или иную ситуацию. Поэтому сложно сказать какой-либо процент, но вот если мы возьмем по созыву прошлого года, я проводил, то есть порядка 70 обращений, процентов 70 обращений, да, то есть проводил анализ, было, в принципе, оказана квалифицированная юридическая помощь, была в том или ином мире, а не исполнена. То есть проблема была решена? Да, проблема, по-моему, была решена. Понятно. Ну, и, конечно, хотелось бы, на округе, у меня округ, это Фрундельский район, один из старейших районов города, проблем, на самом деле, очень много, и, как мы уже говорили, это и подпорные стенки, и ревнивые канализации, и лестничные марши, да, то есть это и тротуары, которых не достаточны, или которые требуют ремонта. Конечно, хотелось бы все сделать это за один раз, сразу, там, за год и так далее, но мы понимаем, к сожалению, о том, что мы можем рассчитывать только на свои силы города Владивостока, на свои финансовые возможности. И поэтому, конечно, каждое такое решение, да, то есть то, что получается решить, это, безусловно, большой плюс для жителей, для района, ну, и, конечно, в целом, для всего города Владивостока. А вот вы в целом же как-то мониторите все равно ситуацию в городе, да, по обращениям граждан, да? Можно ли сказать, что их на сегодня устраивает деятельность правоохранительных органов Владивостока, либо какие-то жалобы все-таки появляются? Вы знаете, наверное, жалобы они будут всегда, потому что не жалуются, наверное, на тех, кто не работает. Наверное, есть замечания и по правоохранительному органу, но, со своей стороны, хочу сказать, что, ну, город Владивосток все-таки, наверное, если мы еще пять лет назад даже вернемся, очень большая работа была проделана и администрация города по части установки камер, и как раз большая работа делается нашими органами внутренних дел, милиция, да, то есть патрульно-постовой службы, с которыми мы сталкиваемся на улице. Наверное, большую работу вызывает нарекания участковых инспекторов, зачастую, наверное, 80% жителей города Владивостока не знают своего участкового. Это, ну, такая существенная проблема. Вот. А так, вот каких-то таких серьезных замечаний, по крайней мере, ко мне никто и не слышал, чтобы обращался на жалобы именно сотрудников наших милиции, полиции. Да, вот такая проблема для Владивостока, которая давно уже существует, это парковки, да, здания парковок многоярусных. Вот как сейчас обстоят дела? Есть ли какие-то подвижки? Вы знаете, такой достаточно серьезный вопрос. Я очень плотно занимался и занимаюсь. Действительно, администрация города Владивостока должна создать, по большому счету, все условия для того, чтобы бизнес занялся строительством этих парковок. Ну, вот разговоры идут, но, к сожалению, каких-то серьезных шагов, подвижек в этом вопросе я не вижу, да. То есть, кроме того, что периодически наблюдают, как в городе эвакуируют ту или иную машину. Но я считаю, что это полумера. Ну, несомненно, правила дорожного движения нарушать никому нельзя, но я полагаю, что это полумера. То есть, должно быть действующее жесткое законодательство о том, что если нельзя парковаться, то должны, соответственно, быть адекватные штрафы за неуполнение правил дорожного движения. Конечно, есть оппоненты, которые мне возразят и скажут, а как же так, мужчину ставить негде. Я вам скажу, что буквально приехал месяц назад из Европы, да, то есть, вот нет парковки, стоит знак «Запрещено», никто не поставит. Штрафы ужасающие. То есть, в зависимости от страны, стоимость за убранный парковщиками автомобиль до 500 евро. То есть, достаточно такой существенный, и ни у кого не возникает вопросов, почему, допустим, в центре Парижа или в центре Барселоны можно поставить вот автомобиль, как говорят, на минуточку поперек, чтобы никто не проехал. Там у них проблема намного сложнее, потому что старая Европа – это вообще улица с одним движением в один ряд, да, если кто-то там поставит, припаркует неправильно автомобиль, то город будет парализован полностью. Поэтому там очень жестко для этого возносится. У нас достаточно лояльное, я считаю, законодательство на сегодняшний момент. Ну и, безусловно, парковки, конечно, строить нужно. Либо парковки, либо выделять места какие-то там, где, видимо, могли свои оставить автомобили бесплатно, либо заплатно и так далее. На сегодняшний момент это головная боль, конечно, администрации города Владивостока и всех жителей. Поэтому я полагаю, что над этим вопросом еще надо работать. Сейчас вот проделывается администрация города большая работа по Владивостокской кольцевой дороге, да, то есть вот на вашем сайте есть информация о том, что совершенно недавно проходило совещание серьезное, да, то есть в бюджете этого года как раз выделены деньги уже на проектирование этого. Когда будет проект, уже легче будет договариваться и с федеральным центром, либо привлекать инвесторов о том, что уже будет понятно, сколько это будет стоить, куда будут какие направления, тем более она будет несколько этапов строиться. И я полагаю, что дорожная обстановка в этом плане, конечно, разгрузит город Владивосток, новые дороги. Ну и, безусловно, я полагаю, что уже вторым этапом после этого, наверное, также массово нужно будет подходить, наверное, к строительству парков в городе Владивостоке. Пусть это будет не в центре города, но, по крайней мере, это должно быть в районах. Ну и у нас, хочу сказать, со своей стороны, вот, думаю, города Владивосток еще предыдущим созывом было принято по правилам землепользования и застройки о том, что те дома, новые здания, которые строятся, особенно офисные, то есть они уже должны быть с парковками. Это тоже немаловажно, потому что, чтобы не получилось так, не добавилось, что пока мы тут проблему не решили, да, и тут же строим новые здания и получаем еще больше. хотела спросить, вот буквально, ну, недавно появился, да, торговый центр в районе Чуркино, относительно недавно, в котором замечательная парковка подземная есть. Да, вот почему бы не сделать и в центре, да, такие, чтобы были, конечно, понятное, негде строить. Вы знаете, мое мнение такое же, ну, и я вот, по крайней мере, мы разговаривали с главой, Игорь Сергеевич, потому что в трех пределов живется от того же мнения, и, по крайней мере, все те вот новые дома большие, которые проектируются, строятся, которые офисы новые современные строятся в городе Владивостоке и будут строиться. Все разрешения, одно из маловажных условий получения разрешения строительства, это, конечно, парковка при этом присутствовала. А вот такой вопрос, где-то с полгода назад Дума сформировала молодежную палату, и вот как вы сейчас складываете взаимоотношения с молодежью, прислушиваетесь ли вы к мнению молодежи, есть ли у них какие-то идеи, которые нашли свое выражение в реальной жизни? Вы знаете, да, действительно, причем наш комитет по местностному праву, самоуправлению, правопорядку и законности как раз занимался формированием молодежной палаты, состав которого утверждала Дума. Честно скажу, сложно мне сказать, по крайней мере, каких-то проектов муниципальных правовых актов я не видел, хотя со своей стороны было приложено немало усилий депутатами Думы города Владивостока, мы назначили куратора молодежной палаты, это Дмитрий Валерьевич Емщиков. Вы знаете, вопрос интересный, честно говоря, я не задумывался, поэтому обещаю, что к следующему эфиру расскажу вам, что занимается молодежной палатой и в принципе, вы также можете пригласить. председателя молодежной палаты и послушать как раз, чем они занимаются. Пообщаться. Честно сказать, немножко не моя епархия, но вот, наверное, то, что она должна быть, это очень важно. И я считаю, что молодежь не должна оставаться вне политики. Во-первых, молодежная палата, те, кто представители молодежи там работают, они видят работу представительного органа в городе Владивостоке. Я считаю, что это такой мини-кадровый резерв, чтобы люди, значит, когда принимали решение, баллотироваться или нет депутатом, то есть они понимали, чем же занимается депутат, есть ли у него какие-то права, обязанности, привилегии и так далее. И вот как раз это немаловажный тот факт, чтобы те люди, которые хотят в политическом плане себя развивать, достигнуть каких-то там высот, дивидендов работают в общественных организациях. Они незаметно должны поучаствовать в работе молодежной палаты при доме города Владивостока, при законодательном собрании Приморского края. И это общение с людьми, оно всегда приносит свои плоды, это новые знания, это свой рост личности. У вас молодежная палата для самих членов, это какая-то такая репетиция перед боем или они наделены реальными правами? Вы знаете, правами на самом деле наделен каждый житель города Владивостока и каждый житель города Владивостока имеет право собрать группу не менее пяти человек для того, чтобы, скажем так, поработать над какой-либо идеей по улучшению, по качеству улучшения, допустим, какой-то муниципально-правовой базы, то есть, либо какую-то инициативу исполнить. Поэтому, в принципе, думаю, город Владивосток готова рассматривать и всегда рассматривать вопросы, которые выносятся и как представителями законодательных инициатив, которые у нас есть, это и депутаты, и избирательная комиссия города Владивостока, то есть, это администрация города, глава города Владивостока, и паркурор города Владивостока, ну и, конечно, жители имеют право, то есть, тоже с этой инициативой обратиться либо к депутату. И поэтому, здесь, в данном случае, молодежная палата, безусловно, всегда может поработать над тем или иным муниципально-правовым актом или над решением Думы и уже вынести его на тот или иной комитет, в виде которого находится решение этого вопроса. И, безусловно, он будет рассмотрен и я надеюсь, что будет принят. Но пока мне, к сожалению, не могу вам по своей памяти сказать, что вот именно молодежная палата в этом сезоне какие-то выносила проекты муниципальных правовых актов. Ну, я думаю, все впереди еще. Да, наверное, есть впереди и, посмотрев нашу передачу, они, наверное, этим очень озадачатся и, конечно же, в ближайшее время что-то мы увидим. Ну, вот у меня теперь вопрос там, больше так, как жители города Владивостока, Приморского края, вот вы начали свой путь в политику автомобильной темы, то есть вам наверняка все близко, все, что связано с автомобилями и ситуацией с транспортом и, ну, пожалуй, самая горячая тема последних месяцев это ситуация с трассой М60, и, ну, ремонт, который длится уже несколько лет. Приходилось ли вам самому стоять в пробке на этой трассе? Как вы оцениваете вообще эту ситуацию? Ну, вы знаете, к нашему счастью уже этот, большая часть этого куска самополучного, она уже за науэксплотацию в машине уходит, сам буквально недавно, на прошлой неделе ездил уже по новой трассе, сделанную очень качественно, красиво, очень сократился путь, безусловно, есть еще такой кусок, который недоделан до сих пор, я думаю, что в этом году, который наступает, наверное, его закончат делать, будем надеяться на это, о том, что закончат делать этот кусок. Что я хочу сказать со своей стороны, то я полагаю, что, да, я уже говорил у вас о том, передача о том, что действительно это головотяпство было чиновников, что технологически неправильно был разработан этот объездной маршрут, что, наверное, так как трасса проходила, все-таки она рядом, по большому счету, и можно было ее чуть еще скруглить, для того, чтобы не трогать старую дорогу и уже сделав тот участок большой дороги, который, по сути, проходил рядом со старой дорогой, не ломать, не устраивать вот этих вот дорожных войн, в которых стояли абсолютно все, и рядовые жители города, и все чиновники всех местей, и те же прокуратура, и милиция, и все-все-все. Но, с учетом того, что мы со своей стороны, как я являюсь руководителем общественного движения, общества защиты автомобилистов Приморского края, тоже обращались к алкарию до президента в Дальнем Востоке, но очень много общественных организаций обращались и в прокуратуру, и везде. Ну, и, конечно, сегодня мы уже наблюдаем, что все-таки этот вопрос решен, он был сделан. Ну, и надеюсь, что чиновники всех уровней сделают, конечно, свои выводы, и в дальнейшем у нас планируется ремонт дороги на находку, новая трасса будет пролегать и не хотелось бы попасть в эту же ситуацию по новой, там тоже одна единственная дорога на находку, и поэтому, если мы с таким же заломкарцем подойдем к ней, то, наверное, парализуем, по сути, движение. Вот, я полагаю, что это чиновники просчеты, я единственное со своей стороны так и не услышал, понесли кто-либо наказание из чиновников, и чем закончили сниженные проекты, либо они еще могут быть идут. Да, еще, по-моему, надолго растянутся эти проверки. Да, наверное, по работе приходится много летать. Как вы сейчас оцениваете международный аэропорт Новый Владивосток, а соответствует ли он требованиям такого уровня аэропорта и ситуация с отсутствием столовой многих напрягает? Как вы к этому относитесь? Вы знаете, действительно, мне очень приятно и улетать, и прилетать в новый аэропорт, хотя бы с той стороны, что мы заходим без верхней одежды, выходим из самолета и заходим в него. Это очень приятно, то есть, если он приятно, на зиму. Мне нравится то, что очень большие пространства, о том, что очень качественно стало выгружаться и быстро в багаж, о том, что очень хорошо работает таможня, пограничники, милиция, все самолеты обслуживаются достаточно быстро, ну и, конечно, качество приемки самолетов, огромные самолеты, Боинги-3-семерки, да, то есть, сегодня прилетают к нам, это большие широкоперележные самолеты, которые очень комфортны для перелетов, вот, и поэтому в этом плане, конечно, все хорошо. Вызывали, конечно, нарекания, дорожная обстановка, когда особенно дожди шли, ну, я так полагаю, что, наверное, должные выводы были сделаны и вот на следующий год, по крайней мере, это не повторится. Что касается какого-то вот вспомогательного сервиса, будь то столовая, либо комнаты, воздуха, то, безусловно, должны быть точки общепита, то есть, которые, причем она должна быть не одна, на конкурентной основе, чтобы жители города и наши гости которые улетают должны быть как раз в комфорте и не должны этим вопросом задачиваться. Поэтому я полагаю, что это должно быть. Понятно, спасибо большое. А вот сейчас буквально появился у нас вопрос от телезрителей о планах строительства могильника ядерных отходов на 40 тысяч купеческих метров в бухте Сысоева. Вам что-нибудь известно об этом? Мне об этом известно так же, как и вам и средств массовой информации. Я прочитал это впервые в фейсбуке. Вы знаете, конечно, я категорически противник этого, более того, я противник того, что мы сегодня говорим о том, что дальний восток должен стать привлекателем для проживания и я полагаю, что как раз это одно из тех мероприятий, которое никак привлекательным не назовешь. Наверное, существуют всякие новейшие технологии по утилизации, по хранению, но я полагаю, мы достаточно далеко относимся, находимся от столицы, чтобы все контролирующие службы, которые должны за этим следить, здесь все четко соблюдался этот регламент. И вот, конечно, как житель города и Приморского края категорически противник этого мероприятия и кроме этого, конечно, мы говорим о том, что мы должны развивать туризм, курортную зону, да, о каком курорте мы будем говорить, если рядом с морем у нас будет находиться такое сложное сооружение, да, то есть поэтому я категорический противник этого. А вообще многие экономисты приморские считают, что край стоит развивать именно как туристко-рекреационную зону, тогда мы получим и в бюджете у нас будет намного больше денег, да, от туристов, как вы считаете? Я считаю так, что край нужно развивать не только туристко-рекреационную зону, что в крае есть большой потенциал, что мы должны в первую очередь развивать, помимо того, что нам сегодня я сами дал инфраструктуру, но инфраструктура у нас, к сожалению, деньги съедает, и никак они в бюджет не добавляются. Я полагаю, что мы должны развивать малый и средний бизнес, я полагаю, что мы должны развивать производство, которое бы создавало новые рабочие места, которые бы люди платили налоги, они были бы заняты, получали достойную заработную плату, и новые современные технологии, новое конкретное производство, это как раз то, чем должны заниматься сегодня мы. А туристически-рекреационно это, скажем так, второстепенная задача, и безусловно, она должна быть. Но все-таки основное на сегодняшний момент это производство. Это хорошо показывают наши соседи, тот же Китай, это Южная Корея, где сосредоточены я имею в виду Южную Корею и Японию очень самые высокотехнологичные производства. Я полагаю, что жители нашего края не хуже смогут работать на этих производствах. Поэтому нужно привлекать в первую очередь, наверное, бизнес. А когда люди будут хорошо зарабатывать, они уже найдут куда потратить свои деньги и распорядиться ими, куда поехать. слишком короткий, к сожалению, у нас сезон, слишком короткий, да, еще к этому сезону добавятся у нас акулы, да, поэтому, а если еще к этим акулам у нас еще и добавится ядерный могильник, да, то это как раз можно похоронить свои мечты, как раз о каких-то там уродных реакциационных зонах. Поэтому я полагаю, что это очень важно и нужно, но кроме сферы услуг нужно развивать все-таки производство. Спасибо большое за ответы на вопросы. Я напоминаю, в гостях у нас был заместитель председателя Думы Владивостока Дмитрий Пенязь. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok